Всем привет, с вами Алекс и сайт Rembc.b В этом видео хотелось бы запустить на слабом ПК для современных игр 4 ядра, 4 оперативки, GeForce GTX 550 Ti, старенькая немножко игровая видеокарта World of Warcraft Legion Итак, смотрим, какие же минималки у игры Windows 7, 32 битая выше, Proce, Intel Core 2 Duo Или AMD трехъядерный Феном Видеокарты уровня GeForce GT 440 Или Redon HD 5000 серия Или даже Intel HD Graphics 5000 2 гигабайта оперативки, 45 гигабайт свободного места Итак, на каком ПК я запускаю Proce MDF 6306 ядерный, но 2 ядра отключу, чтобы получить 4 ядерный Proce 4 оперативки, 10 гигфайл подкачки на всякий случай И видеокарта GeForce GTX 550 Ti Старенькая немножко игровая видеокарта Вот, 550 Ti, сейчас на ней запускаю Хотя в минималках стоят 440 Можно поиграть в World of Warcraft, имейте ввиду, Legion Или 5000 серия от Redon Данная табличка будет по ссылке в описании Стройка слабой ПК для игр, чтобы ориентироваться Также в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК Я давайте все отрубать, захожу в игру Итак, ну что, я в игре Вот он, великий и ужасный World of Warcraft С последним дополнением Legion Отмечу, что игра просто действительно рекордсмен и уникальный образец современной игровой индустрии Потому что столько рекордов в онлайн жанре, как World of Warcraft, наверное, нет ни у кого В том числе и по приносимой прибыли она исчисляется миллиардами долларов Напомню, что World of Warcraft вообще появился на свет, вышел в конце 2004 года И уже вот более 13, около 13 лет Затягивает свои миры игроков со всего мира Причем, что интересно, за все время существования игры было заинтересовано более 100 миллионов аккаунтов То есть, ну, перечислять всевозможные заслуги, награды и вообще информацию справочную можно очень-очень долго Но давайте немножко посмотрим системки Итак, вы скажете, ну это ж World of Warcraft Здесь же очень такая простенькая графика Оно в плане неплохая А именно для отрисовки больших пространств миров Она якобы такая не супер детализированная В общем, своеобразная Да, действительно, нагрузка на ПК здесь небольшая Можно в World of Warcraft играть и на 2 ядра, 2 оперативки И старенькой видеокарте, там, уровня GT 440 Или даже слабее Но, давайте все-таки посмотрим Потому что на самом деле, для максималок в World of Warcraft По крайней мере, у этого дополнения Legion Достаточно серьезные системки Нужен i5 Proced Intel или шестиядерный FX6300 от AMD Потом 4 оперативки, видеокарты, уровня даже GeForce 750 Ti Так что, на самом деле, не так уж и слабо Поэтому давайте смотреть системки Итак, что я для этой системы выбрал Для самого ПК, на котором сейчас запускаю То есть, 4 ядра, 4 оперативки, 550 Ti видеокарта Full HD разрешение Так, все остальное, в общем-то, почти высокое То есть, где-то высокое, где-то немножко не доставил То есть, настройки примерно где-то средне-высокие Такие местами, где-то вот есть превосходная тень Но я уже не ставил То есть, ну, получил, в общем, 40 плюс FPS Но здесь еще, сейчас где-то 5 FPS, наверное, съедает запись видео Такие вот дела Спросите, ну, так это ж World of Warcraft То есть, здесь не нужна какая-то суперсистема Можно играть на 2 ядра, 2 оперативки Там, видеокарты старенькой уровня GT 440 или даже слабее Но я вам скажу, что для максималок здесь нужны серьезные такие Ну, по крайней мере, для слабых ПК требования Proce i5 от Intel, от AMD FX6300 Или и оперативки 4 гигабайта И видеокарты GeForce GTX 750 Ti Достаточно такие серьезные карты Для высоких настроек, для максималок Итак, значит, давайте немножко посмотрим на мониторинг Значит, что у нас? На 99% прогружена видеокарта Да, ну и понятно Здесь стоят высокие настройки Средне-высокие Поэтому видеокарта, да, занята графической работой Видеопамяти вторая строка 684, вот, мегабайта использована Ну, в общем, до гигабайта нужно будет на ультра Так, значит, Proce Четырехъядерный процессор загружен где-то, ну, максимум на 70%, как видим, 60-70% Так, FPS у нас, ну, как видим, 40 плюс 42 Ну, у меня будет где-то 45 без записи видео примерно То есть, ну, какой уже FPS тут выставлять и добиваться, там, 60 или сколько Это уже дело каждого, или графики добавить Тут, по большому счету, уже зависит от вашего ПК Ну, я поставил пока такой вот На 40 плюс, можно сказать Понятно, что где-то в каких-то городах Крупных, там, деревнях, там, где много игроков Будет все, то есть, FPS может сильно проседать То есть, за счет того, что много игроков будет подгружаться и так далее Тут вот какое-то месиво Поэтому, ну, тут уже каждый будет по-своему компу индивидуально смотреть Я пока смотрю, что можно получить на данном ПК, на слабом Так, ну что, оперативки игра использует 3618, как видим, мегабайт И 496 с файлом подкачки То есть, получается, если даже на ультра будет больше 4 гиг оперативки использовать Поэтому, если ставить ультра, то и у вас только 4 оперативки Ставьте обязательно файл подкачки Такие вот дела по мониторингу Достаточно приятная картинка То есть, ну, это ж великий, величайший просто World of Warcraft Который просто-таки затягивал свои миры Тысячи и миллионы игроков на дни, недели, месяцы И на годы даже И у многих данное время приходилось на период обучения Там, в каких-то учебных заведениях И многие только после учебы могли, только и могли вспомнить Просто сумасшедшие рейды Там, в любое время суток, по ночам То есть, просто-таки бомба Многих, кстати, отчислили из учебных заведений Из World of Warcraft и других онлайн МОРПГ в том числе Поэтому это не просто игра Это просто какая-то часть жизни для многих игроков World of Warcraft Многие, конечно, не подсели, так сказать, на данную онлайн иглу И, в общем-то, возможно, им повезло Да, у World of Warcraft были серьезные спады в популярности После выхода определенных дополнений Но, как-никак, путем достаточно серьезных усилий Часть игроков удалось вернуть И последнее обновление Legion Тоже вполне себе вроде бы вернуло часть игроков Так, меня, наверное, сейчас здесь замочат Ну, я пока просто бегу И осматриваю мир Графен и так далее Такие вот дела по запуску World of Warcraft Legion на слабом ПК Вполне можно поиграть, получить отличный графен Но здесь он не особо сказать, что изменяется Что низкие, что высокие настройки Это же огромнейшая просто онлайн МОРПГ Но все равно на высоких настройках более приятно Все смотрится И объемное освещение появляется И так далее Такие вот дела по запуску на слабом ПК Но, вообще, можно, конечно, запустить на два ядра Два оперативки и слабенькая видеокарта Имейте в виду, кто хочет попасть просто-таки в сумасшедшие приключения Затягивающие на долгие недели и месяцы Но, единственное, жалко, что здесь платная подписочка все-таки есть Но, первоначально, вам удастся вначале бесплатно поиграть И сложить свое мнение о игре Все, в общем-то, не забывайте смотреть на ссылки в описании В том числе, вступайте в группу ВК С вами был Алекс и сайт rimpc.by Спасибо за просмотр С вами был Игорь Негода